Проспект Гран-Виа завершается площадью Испании, где расположен памятник гениальному испанцу Мигелю де Сервантусу Сааведро, автору всемирно известного романа «Дон Кихот». Он писал свою книгу еще в то время, когда Филипп строил Эскариал. По прошествии веков эти творения стали различаться не столько формой, сколько содержанием, ведь мрачные залы дворца восхищают лишь отдельных любителей, тогда как «Дон Кихот» безоговорочно признан шедевром мировой литературы. Мигель де Сервантус Сааведро родился в Алкало-де-Энарес, в провинции Мадрид. Его отец Родриго де Сервантус был скромным хирургом, и многочисленная семья постоянно жила в бедности, не оставлявшей будущего писателя на протяжении всей его горестной жизни. Очень мало известно о его детстве, кроме того, что он был крещен 9 октября 1547 года. Следующее документальное свидетельство о нем примерно 20 лет спустя называет его автором сонета обращенного королеве Изабелли Валуа, третьей жене Филиппа II. Вскоре после этого, во время обучения в городской коллегии Мадрида, он упоминается в связи с несколькими стихотворениями на смерть королевы. Учился Сервантус, вероятно, урывками, и до ученой степени дело не дошло. Не найдя средств к существованию в Испании, он отправился в Италию и в 1570 году определился на службу кардиналу Аквавива. В 1571 году числился солдатом морской экспедиции, которую испанский король, папа и сеньория Венеции готовили против турок. Сервантус храбро сражался при Лепанто. Одна из полученных ран искалечила ему руку. Он отправился на Сицилию поправляться и оставался в Южной Италии до 1575 года, когда решил вернуться в Испанию, надеясь в награду за службу получить должность капитана в армии. 26 сентября 1575 года корабль, на котором он плыл, был захвачен турецкими пиратами. Сервантус был отвезен в Алжир, где пробыл до 19 сентября 1580 года. В конце концов, на деньги, собранные семьей Сервантуса, его выкупили монахи-тринитарии. Он рассчитывал на достойное вознаграждение по возвращении домой, однако его надежды не оправдались. В 1584 году 37-летний Сервантус женился в Эскивиас на 19-летней Каталине де Паласиос. Но семейная жизнь, как и все у Сервантуса, шла урывками. Многие годы он провел вдали от жены. Исабель де Сааведро, его единственный ребенок, родилась от внебрачной связи. В 1585 году Сервантус стал комиссаром по закупке пшеницы, ячменя и оливкового масла в Андалусии для непобедимой армады Филиппа II. Эта ничем не замечательная работа была к тому же неблагодарной и опасной. Два раза Сервантусу пришлось реквизировать пшеницу, принадлежавшую духовенству, и хотя он выполнял приказ короля, его отлучили от церкви. В довершении несчастий он попал под суд, а затем в тюрьму, поскольку в его отчетах усмотрели нарушение. Еще одно разочарование принесло безуспешное ходатайство о должности в американских колониях Испании в 1590 году. Предположительно, во время одного из тюремных заключений Сервантус начал создавать свое бессмертное произведение. Впрочем, в 1602 году судьи и суды перестали преследовать его по поводу предполагаемой задолженности перед короной, и в 1604 году он переехал в Валедолит, где в то время пребывал король. Именно в эти годы он задумал и написал первый роман, где форма свободной пародии открыла широкий простор неистощимой фантазии и блистательному юмору. Первый том Дон Кихота увидел свет в 1605 году и имел громкий успех, хотя и не помог автору преодолеть материальные трудности. У подножия памятника в Мадриде расположились главные герои знаменитого романа. Дон Кихот на Росинанте с копьем в левой руке и его верный оруженосец Санчо Панса на осле. Рыцарь печального образа изображен скульптором как человек, исполненный самых лучших намерений. Желая быть заступником всех угнетенных, он мечтает искоренить в мире несправедливость, гнет, насилие, утвердив царство добра и справедливости. По благородству стремлений, по преданности идеалам Дон Кихот настоящий рыцарь, к сожалению, не пожелавший признать, что время странствующих романтиков миновало. С 1608 года Сервантес постоянно жил в Мадриде и полностью посвятил себя написанию и публикации книг. В последние годы жизни он имел средства к существованию, главным образом благодаря пенсиям от графа Лемоса и архиепископа Толеда. Умер Сервантес в Мадриде 23 апреля 1616 года.